Все-таки давайте мы определимся. Вот вы что думаете? Сейчас будет очень большая жесть для тех, кто продает мясо. Для всех будет большая жесть. Или вы думаете, что все хорошо и так и красиво? А зачем? То есть, как бы вам объяснить то? Давайте просто по-человечески объясним. Когда мне говорят, что у нас продается деревянское мясо, а я скажу, а вы частенько ездили в Челябинск? Вы часто ездили в Челябинск? Скажите мне честно. Ну, съездите, посмотрите. То есть, есть Арси, вот там были коровники. Сейчас там нету ничего. Мало того, окей, это самый простой вариант. Есть же у каждого интернет. Мне он не сильно нравится, естественно. Залезьте в каждый сельский пункт, деревня, и посмотрите. Лучше летом посмотреть. Да-да-да-да-да. Там есть уже, там нету ничего. Коровники уже все развалены. А теперь вопрос. Сколько город Магнитогорск ест мясо в течение дня? Так вот, в течение дня город Магнитогорск ест, ну, примерно 500 голов. 500. Я не буду говорить больше, меньше, без разницы. Догадайтесь. Кто вам это мясо готовит? И где оно вообще, возможно, работает? Так вот, все это, естественно, бройлерная свинья. Не слышали? Ну, надо слышать. К слову о том, что раз люди мимо меня пролетают, простой вариант, у нас есть такие штуки по полтушки. Берешь спокойненько и рубишь. И вот тебе и сальцо, и, ну, естественно, сам агрегат под названием свинина. Окей. И дешевле, кстати, в разы. Да-да-да, попробуйте, если не сложно. Даже если что, обратитесь ко мне, я вам топоры кину, то что, сделаю, не проблема. Вот так вы берете то самое бройлерное мясо, которое вы кушаете. Вопрос возникает у нас немножко другой. Почему мы вам говорим про нашу дивную индейку? Вот это весьма интересная процедура. Почему индейка весьма нам более интересная процедура, чем курица? Давайте определимся. Ну, давайте просто определимся. Вы про куриный фарш говорили? Да-да. А знаете, что в куриный фарш кидается? Вот, сейчас маленький... Сейчас, вытры. Так вот, в куриный фарш бросается, ну, скажем так, все. Да-да-да. В куриный фарш бросается все. Это называется... Когда курица уходит, то она полностью улетает на тот свет, а то какие-то кишочки убираются, все остальное работает. Вы за миском? Убираю. Здравствуйте. Хорошо. Видите, уже хорошо. Вот, правильно. А почему вам нравится? Мелкий, это хорошо. Да. Сварить. Я одна? Да-да-да. Подчекунь. То есть, есть возможность покушать? И вкусно? Ну, вкусно, я тут разбрала. То есть, понравилось, да, Вить? Ага. То есть, это уже второй человек. Сейчас мы его первый покажем, потом второй человек. Пожалуйста, никаких проблем. Берите. Все. Так вот, что касаемо... Нет, кушайте, кушайте. Я просто пока... Видите, как интересно у нас. Вы по телевизору показываете, а я тут сзади демонстрирую вам. Ого-го-го. И теперь с этой стороны я подойду. И еще раз допрограмм. Почему индейка-то... Вот, весьма интересно. Это тоже не курица. То есть, курица, когда она уходит на тот свет, она полностью улетает. А вот индейка, у нее косточки-то помощнее, понимаете? Да-да-да-да-да-да. Это вы просто обыкновенную мясорубочку, и там курицу промалываете, да? То есть, я вам сейчас еще раз объясняю. Давайте все-таки объяснимся. То есть, вы, возможно, вы покупаете субпродукты. Я имею в виду субпродукты для вашего довашнего приготовления. Почему это дело-то вкуснее? Потому что все уже сделано для вас. То есть, есть все от и до, от и до есть здесь. И, к слову о том, что... А вот ножки индейки, они слишком тяжелые. Они слишком прочные. И они не уходят туда, дорогие мои. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Здесь продается чистая, качественная и хороший фарш, который уже изготавливается. Вот, изготавливается, и все есть здесь. Мало того, мало того, давайте все-таки по цене вопроса. То бишь, когда мы говорим о ценниках, даже невзирая на сумму 800 грамм, то есть, ценники более чем интересные, адекватные и вкусные. Сейчас немножко с другой стороны расскажу про то, какие вы берете пельмени. Как правило, это уже не пельмени. Как правило, они уже не из ничего сделаны. А если вы хотите нормальные пельмени, то вот вам телефон. 8-964-246-40-24. Сейчас строчка будет. Где? Ага, вот. Да-да-да, есть тот же вариант, что если вы сильно-сильно захотите, к вам примерно все это дело доставят домой даже. А если есть еще и оптовые поставщики, то это тоже хорошо. И где мы сейчас находимся? Советская 38. Пятерочка. Ну, надо будет вовнутрь зайти, ничего сложного. Если будет возможность, я вам сейчас все это дело и покажу. И вот здесь вы берете индейка. Индейка. К слову о том, что индейка... А вы забыли. Давайте все-таки определимся. Даже это не ножки бушат. А индейка очень качественный продукт, который кушают... Да, хорошие товарищи. Я люблю настоящих американцев. Я имею в виду настоящие американцы. Я не хочу думать про вот этих товарищей, которые там бзики. Бзики всех. Но настоящие американцы мне очень нравятся. Скажите, пожалуйста, вот вы берете пельмени, да, ну и все, что сделано из индейки. Насколько они вкусные? Ну, если сравнивать вот с другими производителями, ну, те же самые пельмени, если брать, то очень вкусно. То есть, в принципе, мы говорим о... Именно качестве работы, потому что... Да, именно качество. У нас вот этих всяких пельменей разных ум отъешь, да, но самые вкусные здешние. И даже не будем говорить, что они сделаны из индейки. Но вкусно? Ну, вкусно. Вкусно? Вкусно. Если вот именно на качество и на вкус, то... Ну, на уровне, скажем так. Или даже вкуснее? Или. Во-первых, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. И вы знаете, я лихо собрался домой. Быстренько обжарил на подсолнечном масле блинчики. Был не просто удивлен, был очарован. Чем был очарован? Вкусом был очарован? Мясом был очарован? Я вам скажу, я был, наверное, чудиком. Сам же говорил в эфире о пекинской утке. Очаровательность от индейки из той же оперы. Ведь сам же смотрел. Хотя, погодите, был очарован еще и от цены. Три килограмма на одного на неделю. И цена 750 рублей. Это на неделю, а не на два дня. Да, крутизна. Крутизна еще и тем, что это сделано своими руками. А не вылеплено из автоматически раскатанного теста путем прессы. Это тоже работа, а не пресс. К слову, я перестал покупать пельмени. Устал я себя иметь. И вкус не тот, и аромата нет. Но теперь, теперь только индейка и только мамины пельмени. К слову, добраться до места, где вы ставите машины абсолютно просто. Советская 38. К слову о том, что можно в раз затариться на месяц. 5 тысяч рублей. Оптовая цена. Как раз для меня. К слову, к слову о том, что в принципе, если вы берете оптом, давайте все-таки определим цена вопроса. То бишь, если нам хочется хорошо покушать. Хорошо покушать. Нормально покушать. Вот это мое пузо. Бабушка меня в свое время так хорошо накормила, что я очень легко и просто. Я маленьким мальчиком был, ну, относительно. Но съел 80 примерно. А-а-а. Так меня бабушка. И тогда мое пузо становилось не таким, а вот таким, вот таким. Но так было вкусно. Так, к слову о том, что я нормально слежу с собой. Так вот, теперь уже вопрос для тех людей, которые нас очень сильно любят. Вы знаете, когда мне говорят товарищи, которые приезжают к нам, и мы не будем говорить, что у нас какие-то проблемы возникают, нет? За исключением отдельных товарищей, никаких проблем у нас больше не возникает. У нас, у меня, в доме уже несколько товарищей приехало. Честно вам скажу, Магнитогорск весьма интересный город. Магнитогорск весьма интересен еще и тем, что мы любим всех. Потому что кто строил Магнитогорск? Ну, кто строил Магнитогорск? Магнитогорск строили политпереселенцы. По большей части. И только когда вам сказки рассказывают, что его строили. Не-не-не, у нас тут ежовочка, такие поселочки были, не слышали? Вообще бы я вам посоветовал бы немножко покопаться в истории. То есть, в Магнитогорск не строили чистые россияне. То есть, во мне из россиянина ноль целых вообще в роде своей. То есть, я чуваш, я помню, есть болгар, еврей и гагауз. Где у меня русский, нету, нету, нету русского человека. Ну, и что теперь? Ну, я такой уж красивый, не ровный. И всегда я вам показываю, о чем идет речь. Теперь возникает вопрос, в связи с тем, что к нам товарищи приезжают, они же хотят есть халяльную пищу. И давайте все-таки определимся, что халяльная пища, это вам не курица. Потому что курица, вот сейчас, еще, еще, сейчас жесть сейчас будет. Сейчас просто будет жесть. Я не понимаю, почему сейчас яйца стали стоить 170 рублей. Я не понимаю. Я не понимаю, с чего курица стала стоить космос. Я не понимаю. Маленький, сейчас, сейчас, еще жесть. Хотите жесть? Будет вам жесть. Так вот, если вы построили курятник, курильники, курочки, выращивайте. То есть, он отбивается за год. Свинина отбывается за два года. То есть, вы представляете, этих тварей. Очень плохо. Очень плохо. Зачем? Зачем? И мало того, вы же понимаете, что курица, она полностью перерабатывается. То есть, вы покупаете куриный фарш и думаете, что там нету костей. Ну, я еще раз, вам 10 раз говорю, вряд ли это получится. Но зато, когда вы берете настоящие хинкалии, вареники, пельмени, котлеты, тевтели, да, в общем, все, что должно быть, сделанное своими руками, и это все из, это все из, это все из индейки. И из индейки получается качественное, очень вкусное мясо. Теперь маленький другой вопрос. То есть, вы наверняка думаете, что я фраер ушастый. Ну, может быть, я и фраер ушастый. Но вопрос у меня возникал еще и про кормление вас в 92-м году, когда все это дело развалилось. Да-да-да-да-да. Вы думаете, я не говорил про пельмени? Да я всю жизнь говорил про пельмени. Что у нас сейчас с пельменями? Давайте все-таки определим. Что такое пельмени? Возможно, это качественный вариант сегодняшнего питания. Но вы думаете, что все это делается своими-то руками? Ой-ой-ой-ой, особенно пульмени, да-да-да, вот эта реклама. Как бы объяснить? Если это делается в небольшом количестве, как это делается здесь, в пятерочке, на советской 38, то делается это все своими руками. То бишь, у вас есть сегодня качественная возможность, не используя домашнюю работу свою, брать оригинальный вариант, который делается своими руками. Вы мне не будете говорить, что я не делал рекламу про пельмени? Нет, я и делал рекламу про пельмени. Внимательно посмотрите в YouTube. Горбунов. Да-да-да-да, я тогда делал пельмени. Тогда это делалось хорошо и красиво, но потом все это дело задавилось. Но сегодня, сейчас, если вы сильно хотите, вы можете купить оптом, еще и подешевле. Вы спокойненько заберете, мало того, вам все это дело привезут, мало того, если вы пойдете по телефону, позвоните 8-964-246-40-24. Никаких проблем. Можете приехать сюда. Давайте все-таки определимся, где. Классная торговая точка. Это пятерочка. Сейчас я прям вот выйду и покажу. Ну, в принципе, пятерочка всегда мне более чем нравилась. Но когда они позволяют, и вы можете спокойненько вкушать то, что делается в Магнитогорске, а это делается в Магнитогорске, а не где-либо. А почему бы и нет? И давайте все-таки вот этот самый халяв, да? Халява. Почему нет? Это чистая халяльная продукция. Помните, да? Есть люди, которые приезжают. Да, это я помню. Потому что, ну, я и довольно часто в Турцию общался, и мне всегда это более чем нравилось. Пожалуйста. Но-но-но-но. Но-но-но-но-но. Сейчас вот еще один втыкон. Вы думаете, что шашлычки? Ну, шашлычки, да. Вот примерно на югах. Из чего делается? Вы думаете, что это свинина? Нет, это не свинина. Там бараны выращиваются. Только там бараны, это не наши, вот по колено, да? Холочка. А вот такие бараны. То есть, в принципе, те бараны, они хорошо бы заменяют свинину. И там, да, там вкусно. А сегодня и сейчас даже бараны у нас, у нас, вот кто этим делом занимается, не понимает, о чем идет речь. Ну, господа мои. Ну, вы не понимаете. Но у вас сегодня появилась настоящая халяльная пища. Халяльная пища. Давайте все-таки определимся, что город Магнитогор, что это вообще не очень большое расстояние, коль честно. Да. А люди, которые ездят на маршрутках, заехать сюда, это несложно. Ну, вечерочком, они допоздна работают, кто в этом. Вы спокойненько берете и дома с вашей супругой вы уже вкуснейшую халяльную продукцию кушаете. Во, милое дело. А уже потом... А потом, знаете что? А потом мне нравится, когда вот у нас говорит товарищ о увеличении рождения человека. Почему бы и нет? Когда все есть. И в принципе, даже для пенсионера, вы только что, вы только что, прямо при вас был пенсионер, это был обыкновенный пенсионер, который купил качественную продукцию. Это был обыкновенный пенсионер, который купил качественную продукцию из индейки. Хорошая тема. Изумительная тема. Индейка – это чудо, к которому приходишь после 29 лет телевизионного творчества. Когда Валерий Геймерверт постоянно вкушал индейку из ветчины, я был лох. И это признаю. Мясо, и вы знаете, достойный вариант замены свинины. Интересно, астраус, коего я видел в варне, достойный ли? И может ли он заменить говядину? В принципе, зная про Бека, почему нет? Индейка реально очаровательно и интересно. Очень круто и халяльно. И пока вы видите, куда и вы знаете цену, для меня фиолетовую из любой точки города мимо советская 38 проехать не стоит. Советская, кстати, самая быстрая в пробках. Сюда, сюда и только сюда в Мамины пельмени. Результат и выгоден, и очевиден. И давайте определимся, где мы находимся и как сюда прийти. Никаких проблем нету, заходите в пятерочку, вам по-другому не получится. Идти надо будет немножко правее. И напротив как раз русская картошка, вот это все прямо сюда заходите, как раз увидите Мамины пельмени. Мамины пельмени вам это дело предлагают. Давайте мы немножко в связи с тем, что мы едим все подряд, объясним, что даже кое-что вы берете по цене еще и дешевле для того, что здесь есть. Я недавно прошелся с той стороны, обратил внимание и мне так лично показалось, потому что мне лично кажется, что когда я беру качественный вариант, я хочу, чтобы этот качественный вариант лепился своими руками. А лепление своими руками уже денег стоит. Вы думаете, что все просто так, на халяву, что ли? Нет, конечно же. Давайте все-таки определимся, что если это делается своими руками, то всегда надо платить за процедуру. Или вы думаете, что это все бесплатно, что ли? Нет, конечно. Но процедура не дает вам возможности не кушать то, что здесь есть. К слову о том, что можно и есть и вареники с капустой. Цена килограмм, а не другие вещи, стоят 250 рублей. И также вы можете есть вареники с картошкой. Вот. Она тоже один килограмм стоит 250 рублей. Давайте все-таки определимся про оптовые цены. Ну, как бы сказать, это не оптовые цены, просто помните, да, что я рассказал, как меня бабушка кормила. То есть, в принципе, если вы даже будете трехкилограммовые брать котлеты, то цена котлеты, она дешевле стоит. Потому что купите спокойненько опытом. Не торопитесь, оно все замороженное, спокойненько в холодильнике оно дали до того момента, когда вы эту вкуснятку покушаете и дома. К слову, не только пельмени и тефтели есть, вы также можете купить и манты, и пельмени, ну, и хеленкалии тоже в заморозке и спокойненько дома вкушать их. А, вкусно? Да и безупречно.